Что вам не нравится и какие-то ваши идеи, что бы вы хотели там видеть. Речь идет о благоустройстве южной части Усулья, где располагаются известные памятники истории, Строгановские соливарни и палаты. Этот объект будет участвовать в федеральном проекте формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда». Если удастся выиграть грант, а это порядка 50 миллионов рублей, историческая часть города получит новую жизнь. Речь не идет о капитальном строительстве. Это именно создание дорожек, пешеходных связей, малых архитектурных форм и расчистка и так далее. В общем, приведение территории в какой-то более уже ближайший вид. Архитектурное бюро «Вещь» уже участвовало в благоустройстве Усулья Строгановского. Специалисты хорошо знают нашу местность, поэтому готовы работать над памятниками истории Усулья и дальше. Само мероприятие проходило в виде открытого обсуждения жителей, что они хотят видеть на благоустроенной территории. Предложений было много – от постройки пляжа и гостиницы до спортивного комплекса и парка для собак. Зону для выплы и тренировки собак. Соответственно, с урнами, с пакетами специальными. Однако самой актуальной проблемой для Усульчан остается набережная. Каждый год со стороны камы натекает вода. Давайте будем объективно смотреть на вещи. Вот у нас, чтобы вода не захотела, а в этом году она зайдет обязательно, сделаем хорошую вот эту вот набережную. С ливнёк и всё. И вот эти 50 миллионов, их даже не хватит. Там ещё надо будет добавить 100. Чтобы получилась прекрасная набережная со всеми. Она и город оформит, и она держит берег воду. И, собственно говоря, мы избавимся от всех вот этих проблем и монастыря, и своих проблем. Станислав Хоробрых, заместитель директора Усульского историко-художественного музея имени Коновалова, как никто другой знает, как именно облагородить объект исторического наследия. Если проблема с набережной не будет решена, всю благоустроенную территорию каждый год будет просто смывать. Станислав отмечает, что новая набережная не только обезопасит от воды, но и украсит город. С другой стороны, набережная, она сразу организует вот эту вот береговую линию. То есть у нас же есть понимание Усулья-Градов, который похож на Петербург. То есть и вот набережная Невы, она в контурах своих, по большому счету, повторяется в набережной Усульи. Эскиз проекта архитектурному бюро нужно успеть подать в федеральную комиссию до 1 июня. Затем в течение двух месяцев комиссия будет рассматривать все конкурсные проекты по всей России. Жители надеются на победу, ведь набережная Усульи действительно нуждается в благоустройстве. Евгений Шаров, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхникамья.